Расширенное заседание началось с минуты молчания в память о погибших в Киеве. Больше смертей быть не должно. Оппозиция обязана прекратить настраивать людей радикально, говорит Алексей Прозоров. Безнаказанность порождает вседозволенность, а вседозволенность приводит к вот таким вот трагическим последствиям. Наверное, гражданское противостояние – это именно то, чего хотят добиться сейчас экстремисты и их руководителей. Главная причина конфликта в стране – это жажда оппозиции захватить власть. Сейчас Украина находится на грани кризиса, считает Игорь Лаговский. А на западной Украине там вообще происходит ваханалия. Это называется, что европейские ценности с этими ценностями, они идут во власть. По большому счету, может, поэтому они не хотят выборов. Они хотят установить свои жесткие законы и свои права и будут нам диктовать через это право, не выборное, а через диктат, какими мы должны быть. Участники заседания поддержали мысль о том, что оппозиция уже не контролирует действия радикальных сил. То, что сейчас происходит на Майдане, иначе как путь не назовешь. Гибнут люди, горят, захватываются и разворовываются административные здания. Оппозиция потеряла всяческий контроль над теми, кого они вывели на улицы. И сейчас этой толпой, которая стоит на Майдане, руководят так называемые полевые командиры. В обращении к президенту депутаты отметили, всех виновных в кровавом конфликте нужно судить по всей строгости закона. «Лидеры право радикальных вооруженных группировок должны быть арестованы и привлечены к ответственности. Я обращаюсь к жителям Киева, Львова, Ивано-Франковска, Тернополя, Ровно и всей Украины. Мы уважаем право на мирный протест, но тот путь, который был избран в столице и в четырех западных областных центрах – это уже гражданская война». Обращение к гаранту поддержали все, без исключения участники заседания.